В Якутии общественные организации продолжают умножить добрые дела. Так, еще, например, в начале этого года, в год добра, стартовала благотворительная акция «Корзинка добра», которая и сейчас продолжается. Об этой акции и о других акциях, а также о других добрых делах мы будем говорить с нашими утренними гостями. Николаем Жирковым, главным специалистом управления молодежью и семейной политики города Якутска, куратора Якутска «Молодой» и Туя Разверевый, руководителем общественной организации «Город добра». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, да? Ну, вот об этой акции, Туяра, вот «Корзинка добра», она у нас продолжается уже, несколько месяцев идет. Да, она у нас началась в феврале, и за этот период мы уже помогли ей больше 30 семьи. Вот, суть этой акции, чтобы жители города помогали многодетными, нуждающимися семьям, продуктами питания, либо предметами первой необходимости. А куда вообще нужно будет обращаться, приносить вот эти продукты? Ну, продукты не обязательно приносят, они обращаются к нам в общественную организацию «Город добра», мы им помогаем с подбором продуктов, подбираем адреса, там многодетные, может быть, они хотят помочь пожилым людям, вот, и они сами отвозят, либо оставляют нам продукты, и мы с ребятами, с активистами сами доставляем до адресатов. Ну, насколько нам известно, акция на этом так и не закончится, вот, она продолжится в течение года, да? Да, акция будет продолжаться в течение года, и мы думаем, что охватим город, пригороды и так далее. Ну, почему решили продлить? Это успешно, успешно? Да, потому что желающих очень много, поступают ежедневные звонки, даже выходные, будни, эстрады, вечера, то, что мы хотим помочь, именно помочь, а не то, что мы хотим привезти нам продукты питания. Вот, ну, достаточно много организаций уже приняли участие. Николай, ну, вот Якутск Молодой, какие мероприятия запланированы вот в этом году? Ну, Якутск Молодой – это новое направление, вот в этом году в Год Добра, инициированное нашей главой. Всего за год запланировано, где-то в течение года будет около 40 мероприятий, но, опять же, план – это не постулат, поэтому будут добавляться новые мероприятия. Коротко расскажу, что было. Все, мероприятие новое, поэтому план у нас как бы новый был. В апреле, в марте мы провели, в основном, конечно же, чуть-чуть и досуговых, но и добровольческих мероприятий. Так, в марте для катокеров на Сайсарском озере провели соревнования спортивные по пропаганде ЗОЖ, и вот в течение марта-апреля оказывали именно адресную помощь нуждающимся, пожилым людям, потому что, сами знаете, весна была у нас ранняя, то есть непредсказуемая погода заставляла, конечно же, все-таки молодежи активизироваться и помочь по уборке снега, гололеда, борьбе с гололедом и так далее. И в апреле мы провели также открытые уроки по пропаганде ЗОЖ, именно против лекций о вреде употребления алкоголя, как, например. И, а так, что говорить, в течение года, то в основном, конечно, планируется летом, потому что будут и творческие фестивали для молодежи, ну и все-таки молодежь не только отдыхает, но и трудится, поэтому будут также и вот субботники, то есть в этом плане все секреты не раскрываю, мы, надеюсь, еще позовете, и уже подробно там тоже расскажем. Ну, так как вы пришли вместе, вы представители двух общественных организаций, вот наверняка сотрудничать не дано, сотрудничать уже вместе? Ну, у нас вот общественная организация «Город Добра», она была создана в 2014 году, и она создана при управлении молодежью семейной политики города Якутска, то есть мы очень честно сотрудничаем, вот, и, получается, и мы помогаем как бы с направлениями, Якутск молодой, Якутск молодой помогает добровольцам столицы, и так вот, уже третий год существуем. А «Город Добра» какие мероприятия запланировал? У нас буквально на прошлой неделе стартовала новая акция, называется «Добрый доктор». Очень внезапно появилась такая идея, что к нам вышла медицинская клиника «Надежда» о том, то, что они хотят помочь пенсионерам, то есть бесплатно их обслужить. Вот, и, получается, мы выложили в Инстаграм этот пост о том, то, что пенсионеры прошли терапевту, вот, и на нас начали выходить другие медицинские клиники. Допустим, 28 апреля мы идем в реабилитационный центр «Радуга». Вот. Также у нас 29 апреля будут большие обучающие курсы, это школы-тренинги, это как ликвидация последствий паводка, ЧАЭС, спасение на воде и оказание первой медицинской помощи. Ну, да, это актуально. Вместе это с сотрудниками МВД, ГИМС, Всероссийским добровольно-пожарным обществом. Ну, насколько вообще население заинтересовано и предлагает, помогает в своей помощи? Ну, вот, когда мы объявили старт о том-то, что у нас начнутся обучающие курсы, то есть сотрудники ГИМС, МВД, они сами начали у нас выходить, вот, и, как бы, предлагали тоже сотрудничество и так далее. И вот у нас 6 апреля стартовали компьютерные курсы для пенсионеров, вот. А, на что направлены компьютерные курсы? Просто на знакомство с компьютером или это для продвинутых пенсионеров? Нет, это знакомство с компьютером. Приходят бабушки, которые даже не знают, как включается ноутбук. Мы с самого начала и до конца. Вот в прошлом году у нас уже проходили, и у нас сейчас вот дедушки и бабушки уже сидят в Инстаграме, в WhatsApp. Лайкают ваши же фотографии, да. Лайкают, могут оставлять там комментарии, либо звонят, если у них какие-то возникают вопросы, мы им до сих пор помогаем, вот, с компьютерами, да. Вот, и мы не ожидали, что будет огромное количество звонков, то, что вот 6 по 9 апреля мы уже набрали до июня месяца. И сейчас мы, к сожалению, пока записывать дальше не можем, вот, потому что мы не знаем, что будет даже завтра. Поэтому в июне мы думаем, что возобновим новую запись и так же будет откликаться. Вообще-вообще много желающих. Да. Николай, а как вообще рождаются вот такие вот идеи, вот, там, различных курсов, там, вот, что-то вот новое, может быть, где-то увидели, у кого-то подсмотрели, там, ну, в других городах, может быть, может, просто вообще новые идеи? Ну, не секрет, что, конечно, основные вот мероприятия, характер мероприятий, конечно, да, реализуются во многих городах, регионах России, но год добра хорош тем, что добровольчество, она вещь уникальная, универсальная. Поэтому можно комбинировать различные сферы деятельности, различные организации, и получаются очень такие новые мероприятия, ну, со своей фишкой, там, да, оригинальностью. А так идеи, конечно же, мы приветствуем и идеи общественных организаций, молодежи, и самой молодежи. Так что, я думаю, вот симбиоз этих идей приведет к еще более новым и уникальным мероприятиям в течение года. Весь год впереди, поэтому ждем вашей идеи. Большое спасибо, Николай Туяра, за то, что делаете добрые дела на благо нашей Якутии. Спасибо, что пришли к нам этим утром.